Хватает ли нам терапевтов? Об этом прямо сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! В студии депутаты областного собрания Екатерина Поздеева и Александр Дятлов. В прошлой передаче мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, заметили ли вы нехватку врачей-терапевтов в Архангельске? И вот какие результаты мы получили. Да, заметили 77%, нет, специалистов вполне хватает 4%, не хожу в больницы 19%. Результаты, конечно, впечатляют. Некоторые люди уже даже не ходят в больницы. Многие, разочаровавшись в медицине, выбирают для себя вариант не обращаться в лечебные учреждения. И что же для этого надо делать? Выход один – заниматься спортом. Екатерина как раз приехала из командировки по Архангельской области, где она посещала различные спортобъекты, и сегодня нам об этом расскажет. Как обстоят дела со спортивными объектами и со спортом в Архангельской области? Да, действительно, на прошлой неделе я посетила 5 районов Архангельской области. В каждом из районов мы провели выездные заседания нашего комитета по спорту, пообщались с руководителями районов, городов и поселков, директорами детских спортивных школ, тренерами и, конечно же, жителями. За последние 4 года за счет средств областного бюджета были установлены порядка 150 открытых спортивных объектов во всех районах Архангельской области. Устанавливали их при общеобразовательных и спортивных школах. Также при учреждениях культуры и просто во дворах. В основном это поля для мини-футбола, хоккейные корты, универсальные площадки, уличные тренажеры, площадки для ГТО. И действительно, площадки появились в каждом районе области и даже городе, вплоть до уровня поселений. Но с каждым годом начинает нарастать другая проблема. Проблема ремонта таких дворовых объектов и спортзалов, установленных и построенных еще в 70-е и 80-е годы. Многие из этих площадок и фоков уже непригодны для тренировок и стоят заброшенные. Во многих, несмотря на ужасные условия, тренировки продолжаются. И ведь там не просто обшарпанные стены и старые тренажеры и мячи. Там зачастую условия угрождают здоровье тех, кто занимается в таких спортсооружениях. А ведь на этих объектах много детей и подростков занимается. Приведем лишь несколько фотографий с таких объектов. Отсутствует горячая вода в спортшколах, грибком покрыты стены, туалеты из XIX века, кровли текут, фундаменты проседают и так далее. Какие-то объекты муниципальные власти, конечно, поддерживают в более-менее адекватном и приличном состоянии. И если на небольшие объекты их средств еще как-то хватает, то объекты побольше, муниципальные бюджеты, естественно, не тянут. И они как раз превращаются в те самые заброшенные стадионы и фоки. Муниципальное образование просит области Федеральной Центра помощи в ремонте. Одна такая программа раньше у нас реализовывалась, но по ней можно было только строить новые спортивные объекты. К сожалению, сколько мы не просили федеральной власти включить туда ремонт, так этого и не получилось. Помимо этого, есть еще одна действующая программа, которая ремонтирует спортзалы в сельских школах. Туда входят только сельские школы, а получается городские школы, школы поселков городского типа туда, соответственно, не попадают. Как не попадают туда и фоки, и спортивные открытые объекты. Вот и встает вопрос, на чем акцентироваться депутатам при принятии следующего областного бюджета? Строить по 15-20 новых уличных площадок в год или начать ремонтировать по 3-4 крупных спортзала в городах и районах? И четыре варианта ответа для опроса сегодня. Продолжить строительство уличных площадок. Второй вариант – начать капитально ремонтировать крупные спортзалы. Третий вариант – половину денег на площадки, половину на спортзалы. И четвертый вариант – затрудняюсь ответить. На своих экранах вы видите адрес электронной почты, на которой помимо отзывов мы ждем фотографий спортивных объектов области, которые нуждаются в ремонте. Также присылайте свои фотографии в социальные сети Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. До свидания и всего вам доброго! До свидания!